итак ребята всем привет мы сегодня снова выехали покопать снова в дубовый лес потому как в лесу не жарко это во первых сейчас трава под деревьев упала погорела уже возможно ходить сосновый лес не едем потому как у нас как вы кто следит был у меня ролик где у нас произошел пожар так что мы в сосну лучше сейчас не ездить ну дабы избежать всяких там разных конфликтов и конфликтов и все там подобное заехали мы снова в дубовый лес короче блиндаж вот такой ну это мы еще будем ходить только заехали и у нас сигнальчик выпала я уже ее увидел ямочка вот 15 копеек щитовик но это самый первый у меня сигнал я думаю что это все сегодня наверное куб надо будет завершать 1932 года сохран бомбезный просто потер даже не мочил его вот такой вот 15 копеек щитовичок 32 года берем будут находки включимся итак ребята мы снова включаемся у нас сигнал но у нас монитосик 15 копеек рамочник но вот я не знаю увижу щас или нет секундочку тридцать сорок восьмой короче вот не вижу щас выключить итак ребята водичкой пшикнул маленько 15 копеек рамочник 44 вот уже как бы примерно в одном месте щитовик в идеале а это как-то не очень ничего находочка берем вот там он за уголком откопал 15 копеек рамочник и снова сигнал часы а сигнал бил такой же жесть это было короче выпали часы китай язык ассаси ты точно кто-то протыкал на булавочки на булавочке говорю все берем и ходим дальше так ребята мы копаем дебри барелом и и у нас сигна чик выпал у нас монитосик 20 копеек рамочник 20 копеек рамочник 1940 года сегодня мы по монитосом берем и ходим дальше и так ребята только собрался уходить с этой же ямки провожу металлоискателем 8 выпадает золотишко партии пятачок сорокового года смотрите какой красавчик блин вот эта красота сзади чуть-чуть почернивший но это фигня все почистится необычно вот такой сохран чистки поддается вообще капитально их красавец берем и ходим дальше ребята ну не ушел я отсюда никак еще у нас один монитос снова у нас не вижу я покажу это сохран уже не у это у нас 20 копеек щитовик тоже наверное какого-то 40 года 39 походу час малеха потру и еще тут есть какой-то сигнальчик но еще не знаю не проверял потёр вообще тебя ничего не то хоть как-то там лесу уже темно короче не вижу ребята 32 39 все берем мы ходим еще все еще ходим вот такой тут обрак короче поддувом сигнал звериный выпал какой-то царек 2 копейки сейчас обшикаю они наверх они они я свету взять блин вот 1901 что ли блин мол короче 2 копейки не видно ни хрена класс сегодня короче у нас монитосный день 1901 года точно все уберем и ходим дальше так ребята включаемся здесь же под дубом вот таким у нас снова сигнал и снова монитос и снова царек 2 копейки а то что было 1911 я чисто а а а а а а а походу 911 года ё-моё, сегодня у нас прям монитосный день как бы чистить её надо хорошо но как бы хорошо чистить уже как бы её стрёмно мне было, я крестик нашёл а там был Иисус накладной, короче я почистил на копе почистил, рука отошла а потом дома ещё почистил нормально так, щёточкой и короче Иисус сошёл оттуда весь вот так вот, сегодняшний коп у нас всё ну, ходим дальше но возможно мы уже будем уезжать, потому как уже 8 вечера включимся ребята наш коп подошёл к завершению походили походили мы покопали сегодня ну просто бомбезно сегодня монитосов копнули как никогда это были в другом лесу там вообще просто ни одного монитоса ну у нас такого вообще не было сюда заехали здесь блиндажи ну я даже не знаю метра по 3 глубиной я поначалу тут вот как с краю стояли думали что их копал какой-то экскавата но уже дубы такие вековые пообрастали эти котлованы так сказать и я понимаю что экскавата сюда даже в априори даже в то время никогда не мог никак заехать я представляю какие ямы копали вручную короче нашли такую вот железяку вот по монитосам у нас сегодня вот так вот два царька два пятнулика и два два цулика все я правильно сказал два так вот еще и пятачок забыл еще и у нас золотишко партии короче вот так вот у нас такой у нас сегодняшний коп советы советы ранние приятно все равно ну что ребята подписывайтесь ставьте лайки или дизлайки это уже кому как понравится потому что всем не угодишь все до скорых встреч итак ребята сегодня коптим рыбку скумбрию горячего копчения такая вот у нас коптилочка баллон фреоновый переделанный под газ пропан вот так она у нас коптится такая вот красота получается тут же следом подожгли тандыр будем жарить шашлык вот такой бочкой я его накрываю типа чехла стоит закрытый такой вот градусник тут у меня за градусником стало попроще жарить мясо потому что температуру вы видите нагоняю его с 400 градусов начинаю засовывать туда мясо и вот оно доходит где-то до 150 градусов и мясо полностью пригодно к потреблению пищи вот так вот мы докапчиваем и тандыр греется и рыбка коптит и так прошло у нас 20 минут выключаем баллон и у нас вот здесь такая вот красота заранее я уже подождал веревочки чтобы повешать на крючочки и все теперь мы рыбку вывешиваем она остывает и рыбка готова к употреблению да тут конечно еще от качества рыбы зависит ну то есть и красота красота вот получается смотрите вот скумбрия целенькая классненькая когда было заморожено она и получается хорошая от рыбы которая потрепана изначально она и получается странно ладно снимать все вы посмотрели неудобно снимать и вывешивать всю рыбку мы вывесили теперь она остынет и будем пробовать так думаю что она пока не б